Это Вести НС, студия Филипп Трофимов. Яндекс научил свою умную колонку с Алисой на борту, станцию, различать пользователей по голосам. История давно обещанная, очень полезная и, что самое интересное, с технической точки зрения задача довольно непростая. Собственно, потому к её решению и шли относительно долго, ну, несколько отстав от тех, у кого больше то, что называется, установленная база. То есть, кто продал больше колонок на большем количестве рынков. Дело в том, что главный сценарий использования умных колонок музыкальный, но колонка привязывается к одному аккаунту. Вот и получалось, что если, скажем, формальный владелец колонки служит в основном классическую музыку, а кто-то из домочадцев на том же устройстве включает, ну, например, хип-хоп, то любитель классики найдёт потом в своей библиотеке очень странные треки. Более того, например, Яндекс.Музыка будет включать такие треки ему в рекомендации. И в итоге главная функция музыкальных сервисов, ну, собственно, рекомендательная, будет для него работать некорректно. Теперь умные колонки от Яндекса смогут запомнить до пяти голосов и, соответственно, разграничивать интересы. Сбирать библиотеки треков и историю прослушивания каждого члена семьи отдельно. Другой вопрос, что Яндекс.Станции уже четыре года проданы миллионы устройств, а такая полезная опция добавилась только теперь. Говорят, проблема в том, что требовалось собрать огромную библиотеку голосов и каким-то образом научиться нивелировать особенности разных устройств, в которых живёт голосовой ассистент Алиса. Есть такая особенность, что так как устройства разные, они занимают разные объёмы, у них и разная электроника, у них разная акустическая схема, они по-разному слышат происходящее вокруг. Поэтому для того, чтобы вот эта функциональность узнавания Алисы, человека, работала корректно, нужно было собрать очень много данных по факту для каждой модели устройств, для того, чтобы удостовериться в том, что качество этого определения будет достаточно высоким, и, по-моему говоря, мы не будем просто подкидывать монетку на каждый запрос и говорить, ну, наверное, сейчас это Вася, а сейчас это Петя. Собственно, этого удалось добиться, но на это пришлось потратить достаточно много времени. Ещё один важный момент распознавания голоса происходит на самой колонке. Не в облаке на серверах Яндекса, а локально. Это, интересно, как не самое простое технологическое решение. Отсюда, кстати, ограничение только в пять голосов. Возможности колонки не безлимитны. И это полезно с точки зрения приватности и защиты персональных данных. Но оно же несёт и некоторые, пусть и временные, неудобства. Мы просим пользователя знакомиться с каждым устройством по отдельности. То есть у тебя даже будет сейчас три колонки, то для того, чтобы вот эта функциональность работала, тебе нужно будет подойти и познакомиться с каждой из них по отдельности. Это гарантирует то, что ты полностью контролируешь свой голос, свой слепок. Условно говоря, выключил устройство из розетки, всё. Мы тебя нигде в другом месте узнать уже не сможем. Кстати, за распознавание конкретного голоса отвечает тот же компания, что и за распознавание, например, классической фразы-активатора и Алиса. Ну и справедливости ради стоит сказать, что в данном случае Яндекс выступает в роли немного догоняющего. Google, Apple и Amazon умеют распознавать пользователей по голосам уже несколько лет. Добавить свой голос для каждой колонки можно в приложении «Умный дом с Алисой». Говорят, функция уже доступна для всех пользователей. Ещё один важный момент. Там же теперь можно делиться доступом к самому «умному дому» с другими пользователями. Если раньше подключённым устройством, ну скажем, пылесосом мог управлять удалённо только владелец аккаунта, к которому подключён этот пылесос, то теперь уборку дома, ну или приготовление еды можно делегировать.